Друзья, если вы хотите увидеть продолжение закулисья, если вы хотите получать истории значительно раньше остальных и не только в видео формате, а также быть в курсе всех новостей канала и событий, то переходите на бусте. Все это уже там. Ваня неожиданно для себя самого остановился посреди разбитой грунтовой дороги, которая была местами заполнена лужами, и посмотрел перед собой. Деревенская улица была тихой, на ней не было никого, лишь лужи и грязь. Даже вездесущие бестолковые утки и те куда-то пропали, хотя погодка и условия для них были, самое то. Была в сердце и в голове у Ивана какая-то ностальгия, что ли, какое-то возвышенное чувство. Хотелось чего-то теплого, уютного и думать о хорошем. Но чего нет, того нет. Ваня поозирался по сторонам и никого не обнаружил. Деревенская улица была великолепна. Сейчас, если честно, и отражала полноту жизни в здешних местах. Высокие заборчики, которые были ныне черными от постоянной влаги, небольшие клумбочки перед домом, где уже практически не было цветов, а сохранился лишь гербарий. И свет. Да, свет в окошках покосившихся деревянных домов. Теплый, желтый, который лился и согревал душу, пока на улице день медленно перетекал в сумерки с накрапывающим дождиком. Деревья и кусты, что росли вдоль дороги, казались ужасными руками, которые тянутся из земли вверх. И с наступлением темноты они станут еще страшнее. Ваня достал из кармана сигарету и, чиркнув дешевой зажигалкой, закурил, глядя на лужу и на свое отражение в ней. А подумать было, о чем на самом деле? В такую погоду никто, наверное, не страдает от недостатка тем, о которых надо подумать. Сейчас домой приду, поставлю чайничек, достану меда и заварю себе чаю с чабрецом и медом. Ммм, красота! Думал Ваня, выпуская сизый дым. Дела сделаны, скотина накормлена. Завтра дел, считай, никаких. Одно слово. Зима скоро. Белая хрустящая зима. Ваня, словно гипнотизированный, смотрел в лужу и на яркий уголек, который в ней отражался. Зима, которая всегда забирает жизни. И кто знает, чью жизнь она заберет в этом году. Зиму Ваня не любил. Зима в здешних краях – это не время года, а время проверки силы. Дорог нет, газа тоже. Уголька прикупить разоришься. Благо, есть электричество, хоть в потьмах не сидеть. Ему-то еще ничего, он парень крепкий. И, как говорят на деревне, жениться сто раз пора. А вот старики им... Старики тут умирали, старики не выживали. С этим суровым явлением Ваня столкнулся еще в молодые годы. Зима, сын, это время проверки. Если выживешь, значит, делаешь все правильно, говорил Ваня отец. «Слабый не увидит весну, он умрет, а сильный выживет». «Но это жестоко», – говорил тогда еще маленький Ваня, следуя за отцом к колодцу. «Жестоко, но это жизнь, и мы всего лишь ее часть, и не можем менять порядок здешних краев». Много лет прошло с той поры, и многое поменялось. Деревня стала не такая дремучая. Провели свет, построили школу и вообще поднимали целиной все дела. Даже одно время чуть ли не туристы к ним есть для отдыхать, поохотиться, да на красоты местные посмотреть. А вот лет двадцать назад все стало чахнуть. Дорогу так и не построили. Озера стали никому не нужны. А их края посетила лютая безработица и пьянство с воровством. Когда колхоз и пилорамы были, был порядок. А потом все развалили эффективные менеджеры. И стал люд жить впроголодь. И чего им делать-то было? Правильно, пить. Вот народ и запил. Страшно и беспробудно. Ваня, ты чего встал-то? Корни пустил. Кто-то хлопнул его по плечу, и он вынырнул из своих глубоких раздумий. Даже не услышав шаги Матвея, который стоял и, довольно улыбавшись, смотрел на него. Ты чего говорю? Матвей хохотнул и пожал Ване руку. А, я это, с магазина вот шел. Ваня поднял пакеты и пошуршал им. Шел, шел и чего-то задумался. Матвей захохотал. Крепко, видать, есть о чем подумать. Раз в лужу стоишь-смотришь, я думал, ты в нее нырнешь. Да нет, тем нету. Осень проклятая нагоняет тоску. Сам знаешь. Листочки, жить по-другому и прочее. Чаю вот охота. Понимаю. А ты не хочешь составить нам компанию? Просто у нас намечается дивная пирушка-попойка. И я в аккурат за вами шел. Сначала думал Серегу нарулить. Он-то, чай, ближе живет. А потом и к тебе. К нему можешь не идти, сказал Ваня. Чего такое? Серегунька свалил еще со вчера до городу. Бабу себе нашел. Потеряли пацана. Как-то тоскливо проговорил Матвей. А я рад за него. Я видал его девку. Толковая, простая. Да и Серега выбраться в люди сумел. Это да. Матвей ловко достал сигарету и закурил. Так вот. Продолжил он и встрепенулся. Ты меня, Ванек, запарил. От тебя хандрой так и веет. Короче, рассказываю. Чего сегодня и куда двигаться. В общем, хотел Илья сегодня попойку устроить. Праздник хороший у него. Днюха. Но решил не тут устроить ее, а в хлебной. В аккурат в доме у Сигуткиных. Так что заходи сегодня часов так в одиннадцать. Одиннадцать? Да, что такое? Спросил Матвей, пуская струю дыма. Слушай, а ты сам так одиннадцати пойдешь и кто там будет? Ну, ты, я, Илья, Никита, Юлька, Наташка. Ну, еще может быть человек так пять придет. Ну, а там все условно. Я понятия не имею, кто придет. А ты сам? Я пойду через минут сорок, наверное, потихоньку. Блин, мужик, может ты меня подождешь? Мне как-то в жилу одному идти? Ведь в хлебную пока дойдешь, да и по темноте. Не боись, давненько ничего такого не происходило. Вот Илья не мог по-людски тут отгулять. Не, у него в хлебной пассе. Так что забей. Понятно. Протянул Ваня, и они, пожав друг другу руки, разошлись кто куда. Ваня домой, а Матвей куда-то обратно. Скорее всего, собираться. Вообще, у Вани были разные мысли насчет гулянки. С одной стороны, конечно, да, он был не против бы сходить выпить, посмеяться. Но была парочка «но» во всем этом деле. Во-первых, дорога до хлебной. Это было воистину приключение, причем приключение, которое неохота испытывать на себе по ряду факторов. Во-первых, это сам путь. Это дорога протяженностью около семи километров, которая тянется на восток через лес, расположенный в низине. Дорога сейчас разбита. Лес страшен и неприятен, да и погода не располагает к долгим переходам. Нет, конечно, у Вани было на чем поехать, но машину было откровенно жаль, и существовал неиллюзорный шанс того, что его тачка где-нибудь застрянет. И все. А куковать одному в лесу удовольствие так себе. И тут мы подходим к причине номер два. И это событие. Эту дорогу называют воровской и неспроста. Раньше давным-давно тут, говорят, шайка была, и шайка грабила обозы, что между двух городов курсировали. Но это было давно и неправдой, наверное. А вот что было достоверно известно. С этой дороги были ответвления на несколько других деревень, колхозов и поселков, нынче уже заброшенных. И когда наступило смутное время, то в этом лесочке завалили ни одного человека. И по этой дороге вывезли немало наворованного. Лес, имущество колхоза и прочее. Говорят, даже коров с ферм воровали и вывозили. И вот когда одного щупалого и ушлого председателя схватили за бархатные шары под покровом ночи на этой дороге, где он вывозил скот, та дорога и получила свое название. Воровская. Как лично объясняли Ване, дело не в том, что на ней воровать хорошо, а в том, что она подманивает к себе всякое жулье. Поэтому так и прозвали. Ну и когда колхозы до деревни были, да, было еще и удобно до всего добираться. Сейчас-то все поросло давным-давно. В тех деревнях и колхозах с поселками одни руины доостались. Но тогда... Эх, хорошее было время. Наверное. Третья причина нелюбви Вани к этой дороге был попутчик. А это вообще отдельная история. Говорят, когда-то давно в этом лесу потерялся мужик какой-то. Потерялся крепко и полутал по здешним лесам, да шугал у медведей около недели. А под вечер вышел на дорогу нашу. Прямо на тот участок, где Ване предстояло в хлебную пройти. Вышел, упал и лежал хрипел, помирая. Пока ему не попался мужичок, что мимо шел. Да, не увидел последнего. Помогу давай, говорил мужик, поднимая того с дороги и закидывая руку через шею. Темно было тогда. Знал бы дядька, кому помогает, не в жизни помог бы. Но без спойлеров. Шли они какое-то время молча. Тот тащил последнего и старался поговорить. Но уставший мужик молчал, ровно до той поры, пока деревенские огни не показались. Все, пришли почти, вон деревня наша, ответил мужик и попробовал на вкус лезвия ножа. Мужик, которого он пожалел, был никем иным, как беглым с колонии. Благо тогда она недалеко была, всего 50 километров. Вот беглый зэк, чтобы его не выложили, убил того мужика. Взял шмотки и, переодевшись, заночевал в одном из домов. Где его приютили. Хозяевам он сказал, что потерялся и фотограф с города. Да только местные сначала поверили, а потом задумались. Отчего это он одет точь-в-точь, как один из местных мужиков? В общем, зарубили сыновья убитого, того зэка прямо дома. За убийство их отца. И с той поры ходит душа, невинно убитая по дороге. Обозлившаяся на всех людей. И убить их хочет. Ведь доверилась им. Поэтому говорят, что на воровской дороге ты никогда не один. И лучше идти быстро и тихо. А то, может, рядом с тобой попутчик появится. Ваня дернулся, заварив чаю с чабрецом и достав из холодильника мед. Была у Вани с ним встреча с этим попутчиком. И, откровенно говоря, опыт был негативный. Это произошло довольно давно. И Ваня двигался с Хлебной, где жило много мальчишек. На велике, к себе домой в деревню. Время позднее было, и он прекрасно понимал, что приедет домой, а мать с отцом точно заругают. Но он радуется. На велике была по тем годам совсем уж удивительная редкость. Динамка и небольшая фара, которую отец достал где-то для него. Поэтому передвигаться в летнюю ночь по грунтовой дороге было крайне удобно. Едет он, фара разрезает светом тьму. И где-то на середине фара погасла резко и стремительно. А Ваня буквально почувствовал, как кто-то схватил велик за багажник и дернул. Да так, что Ваня через руль перелетел и упал. Поднялся он. Страшно стало. Но велик-то забрать надо. Подошел к велику, нашел его в темноте, потянул и понял, что велик кто-то держит. Затряслись губы у Вани и стал он смотреть во тьму перед собой. Долго всматривался и разглядел силуэт человека, который был чернее ночи. И тогда Ванина страшная догадка подтвердилась, что перед ним тот самый мужик. Или в простонародье попутчик. Встал молча Ваня и на деревянных ногах похромал в сторону дома. Идиот, слезы по щекам текут. Ведь попутчик рядом с ним, а это все... Попутчик мог покарать, убить, а мог и в лес утащить, где ты пропадешь. Ваня не был готов ни к чему из этих трех вариантов. И предпочитал выполнять простые народные советы. А именно. Идти молча и не отвечать, если что спросят. В целом это было основное требование. Идет он и слышит, шаги за ним идут топающие. Он остановится и шаги остановятся за ним. Он чуть быстрее и шаги чуть быстрее. Темно, лес, ночь страшно. Низги не видать, а оборачиваться еще страшнее. Попутчик по ощущениям словно у него за спиной нависает и смотрит на него сверху вниз, мертвым взглядом. Тогда Ваня выбрался из леса, пустив Житкого в портке. А как на бугор, где деревня стояла, поднялся. Заревел так, словно у него зубы пассатижами вырывают. И пулей полетел домой. Рассказывать батьке, какая участь, его чуть не постигла. Тогда он впервые увидел отца взволнованным. И отец наказал ему строго-настрого. Не ходи по воровской тропе, сын, после заката. Если жизнь дорога. Следующая причина у нас связана с колдовством. Дорога всегда была местом странным, жутким и по-своему атмосферным. Думал Ваня, попивая чай и глядя в окно. Где поливал дождь и плавно подступала темнота. А дабы будет известно всем незнающим, что гнилье, только гнилье и приманивает. Одним словом, облюбовали это место ведьмы. А их тут было несколько штук. Вообще их было больше. Ведьмами у нас называли вообще кого угодно. Кто хоть что-то не так сделает или, чтобы просто оскорбить какую-нибудь бабу. Самогонки не дала в долг. Все, ведьму по-любому. Но помимо вот этого вот, были тут несколько серьезных бабенок, про которых ходило разное. Ваня отхлебнул чай. Одну звали Василиса, или в простонародье Васек. Очень красивая женщина была, настолько, что хоть женись. И нравилась она всем, как пятьсот рублей. И самостатная, и хозяйственная, и вообще, женщина-мечта. Да вот только мечта начинала разваливаться на куски, и когда-то интересовался, кто ее родители, и откуда она тут вообще взялась. Никто не мог вспомнить ее, какой она была, когда была маленькой. Она жила тут всегда или переехала? Вы помните это? Нет? Вот и никто не помнил. Ее родителей никто не видел, ее родственников тоже. Да и не было их на всю округу. Люди проверяли. Казалось, что она словно плесень, всегда была и на свет явилась от сырости. Второй странностью было ее упорное желание не выходить замуж. Кто бы к ней не клеился, всем отворот-поворот. А все из-за того, что спала она на черные праздники с чертями, упырями и людоедами, а люди ей были не нужны. Баба красивая, без имени, без прошлого, и про которую очень легко забыть, и которая ни дня нигде не работала, но желаний хуже остальных. Видели ее не раз на воровской дороге, на перекрестке, 15-го числа каждого летнего месяца. А 16-го утром находили на том перекрестке монеты, все орлом вниз. То подбирал, у того невзгоды начинались. Все в ассортименте было. От диареи до сибирской язвы и смерти близких. Все зависело от количества собранных монет. Вторая ведьма была Зинаида Павловна. Милая, полоумная людоедка, сожравшая свою внучку. Да, так и было. Качнулась у бабки кровля, сильно и опасно накренилась. А тут и дети приехали, а внучку привезли маленькую. Ну, бабка ее и сварила. И потом сама съела. А что не смогла, то собаке отдала. Говорят, даже погода в тот день не рыдала. И люди, когда дочь зареванная к соседям прибежала. Пришли люди к бабке, а у бабки, ох ты ж, господи, чего только не было. Странные надписи на полу, по всему дому. На стенах. Травы разные, сушеные. Ну, а что более странно, полы в ее доме все были в следах от копыт. В общем, бабку быстро завернули. Что уж с ней сделали, не помню. Но вообще там истории про нее на два толмуда. Ну, а третья. Да, к черту это все. Не к ночи будет упомянуто. Ну, так что, мне идти на попойку? Али нет? Ваня посмотрел в окно и задумался. Вообще, большого смысла идти не было. Далеко, погода, да и компания не то, чтобы прям очень интересная. Но, с другой стороны, а что делать дома-то? Дел нет. Все дела по хозяйству сделаны. Смотреть телек неохота. Там давно путного не показывают. А скоротать досуху как-то надо. И, черт побери, почему бы не устроить бурю в стакане? Надо было квадрик брать. Думал Ваня, сидя за столом, попивая чай. Квадрик вообще тема. Особенно в межсезонье. Ладно, может быть, под накоплю маленькой. Может быть, куплю. Ваня встал из-за стола, ополоснул кружку и, посмотрев на часы, вслух сказал. Ладно, была не была, собираться надо. Нечего дома сидеть. В целом, сборы и путь до хлебной у Вани прошел нормально. Ничего мистически необычного не происходило. Так, только эмоции неприятные. А в целом, все нормально. Подарок для Ильи в виде денег лежал в кармане. Настроение было предвкушающее. И было немного волнительно в груди. Ведь кто знает, кто ж придет на этот раз. Это ж Илья. Да, чего-чего, а вот праздники человек умел устраивать. И Ване они всегда нравились. Все как у людей. Покушать, выпить, закусить, музыка и еще 33 удовольствия. Обычно пирушки у Ильи заканчивались положительно. И, как правило, было что вспомнить. Вспомнить хорошее, а не как обычно. Ваня поморщился, светя фонариком на дорогу и посмотрев вверх. Ему предстояло преодолеть метров 300 по бугуру и пройти по улице метров 20. И все, он на месте. Обычно у других пьянки они какие. Мордобой, понты и я не помню. Ваня хихихнул, его развеселило последнее. Ведь если раньше он вспоминал это как просто иносказательное выражение, то, как потом выяснилось, но нажраться так реально можно. Он пробовал, у него получилось однажды. А в остальном он любил держать себя в руках и пил всегда в меру. Как говаривал его покойный дед. Мужик не должен нажираться, как свинья. Он должен быть слегка выпившим, веселый и не более того. То, что лежит на земле и не контролирует себя, это скот. Сторонись таких людей. Обычно Ваня так и делал, но в этот раз он немного не рассчитал свои силы и дал лишка. Пилось и елось очень хорошо, поэтому перестарался. Ваня поднялся на бугор, выдохнул и про себя подумал. Вот почему я, черт тебя, разорви, не живу тут, в Хлебной? Отличная деревня. Хлебная действительно была деревней, что надо. И даже было трудно сказать, чем больше она Ване нравилась. Домики? Да нет, вроде такие же. Косые, гниловатые, но есть и кирпичные. Люди? Да, людей тут было раза в четыре, а то и в пять больше. И полно Ваниных знакомых, с которыми он ел куличи из песка. Да и сами по себе тут люди были повеселее. А также тут, в этой деревне, сохранился местный дом культуры. Да-да, на праздники его открывали, вытаскивали на сцену колонки и крутили с музыкального центра попсовые треки. А что вы хотели? Культура. Даже кинобудка у клуба есть. Но, увы, техника не сохранилась, поэтому только музыка. На улице деревни горели фонари. Некоторые гаражи были открыты, а возле них были люди. И что-то обсуждали. А желтый свет из гаражей падал на дорогу. Словно не в деревню, а в город пришел. Нравилось Ване то, что он видел. Но его интересовал дом Сигуткина. Вернее, бывший их дом. Раньше, может, года два назад там бабка жила, а потом померла. Не знаю, каким местом там Илюха замешал, но дом этот использовался им как место временного жительства и место для проведения вечеринок. Когда ему предложили его продать, он лишь радостно заржал и спросил. А кто будет в этой дыре что-то покупать? За этот дом тут красная цена пять тысяч максимум. И он был прав, черт возьми. Ваня прошелся немного вверх по улице и дошел до нужного дома, из окон которого горел свет и лился на улицу. А также было слышно играющую музыку. Нормально. Улыбнувшись, произнес в голове Ваня и зашел в дом. Время было начало первого ночи. И вечеринка сошла на нет. И настало время серьезных задушевных разговоров. За столом присутствовали Ваня, Матвей, Юля, АК-подруга Ильи и сам Илья. Остальные выпали из реальности по техническим причинам, или вернее физическим. Оттого лежали в одной комнате с открытым окном и храпели. Люди сидели за столом на небольшой кухне, где тусклым желтым светом освещался стол, на котором было много чего любопытного. Водочка, нарезочка, пепельница и несколько открытых пачек. Жаль, что так вышло. Не думал, что мы это обсудим. С грустью проговорил Илья. Точно. Жаль. Поддержал Матвей. А чё она ему? Спросил Ваня. Неужели так дорога была-то? Ведь, ну, девка и девка далеко не красавица. Ну, некий шарм в ней был. Может, из-за этого? Предложил Илья. Я тебе щас дам шарм, Кобелина. Обычная она, страшная. И вообще, что у Никиты мозгов не было, он был тупой, так и у этой. Пробурчал Юля. Ну, не знаю, я бы, наверное, тоже вряд ли бы сумел жить, если бы из-за меня утопились. Произнес Ваня. Ох уж эти страдальцы. Давайте лучше тему поменяем. Мне вот ещё вот этих мертвецов на ночь глядя не хватало. Отмахнувшись, сказал Матвей. Точно, точно. Поддержал Илья. Слышь, Потс, а ты домой как добираться думаешь? Спросил Ваня, глядя на Матвея. Сегодня никак. Царь устал от дел государственных, поэтому тут заночую. А поутру двину. А ты чего, домой собрался, что ли? Ну, не знаю на самом деле. Но скорее да, чем нет. Оставайся. Икнув, проговорил Илья. Домой успеешь. Дела подождут. А у меня днюха. Я прошу тебя. Хорошо, уговорил. Сказал Ваня, доставая из пачки сигарету и задымил. А в Березняках, кстати, новость слышали? Спросил Матвей. Если опять труп, то лучше молчи. Меня мертвичина сегодня уже замучила. Все новости только о Наташе, повесившейся, да о Никите, утопленнике. Поэтому, если что-то такое, то нет. Не говори. Хочу хорошую новость. Отрезал Илья. Это ты раскатал, конечно. Где я их тебе возьму? Хороших новостей-то. Рассказываю, что есть. Да давай, трави уже. Мне интересно, чего там в Березняках. С интересом произнес Ваня. Говорят, видели Сафронову Людку. Видели. Да не абы где, а возле церкви. Сказал таинственно Матвей. Ну да, ну да. Конечно верим. С усмешкой сказал Илья. А что тебя так смущает? То, что она ведьма или что у церкви? Да все сразу. Где это видано? Да какая разница, что видано, а что нет. Ты же не уверен в этом. А то, что говорят про ведьм, это только разговоры. Откуда ты знаешь, что они ходить не могут? Ведь дар-то она себе оставила. Верно говорю. Спросил Матвей, глядя на Ваню. Верно. Ответил тоскливо Ванек. Вот. А умирай, клелась, что поднимется. Так что все верно, все сходится. Не понимаю, что тебя так веселит. Да я не верю. Пожав плечами, сказал Илья. А я не священник. Вопросы веры не ко мне. Я за что купил, за то и продал. Матвей хихикнул. В смысле ты не веришь? Спросила Юля. Ну, знаешь, Юля, просто одно дело, когда тебе лет шестнадцать там, и оно все в одном месте играет, и тебе охота сокровища там найти, ну и такое. А когда ты старый и мудр, как сфинкс, то уже эти разговоры по-другому воспринимаются. М-да? Удивленно, цокнув языком, спросил Матвей. Так, точно. Поэтому это, конечно, не то чтобы плохо, но я бы предпочел нормальных новостей, а то сидим как старухи, какую-то чушь обсуждаем. Не бывает этого. О-о-о, это ты зря, сказал Матвей, и нагнувшись ниже к столу, сказал. Она обещала, что вернется. А ты знаешь, какая баба была-то? Какая? Стремная и странная. Чего знать-то? Тсс, ты дурной, что ли, вообще? Ваня постучал по столу. Мозги где? Да че вы как тёлки? Шикнул Илья. А то, за языком следи, Сафрониху еще не вспоминай. Ты, может, про неё не знаешь, а у меня там тётка жила. И поверь, видала она вещи действительно удивительные на селе. И даже не смотри, что церковь есть. А ты уж поверь, моя тётка меня ни разу за всю жизнь не обманула. Да? И что говорила? Да разная. Ваня как-то опешил. Разная говорила. Что тебе рассказать? Да всё рассказывай. Ну, тоже мне всё рассказывай. Ну, давай ключевые моменты скажу. Сафронова это вообще удивительная баба. Или не баба? Ладно, будет бабой. Нашли её в ямнах, на развалинах сгоревшего дома одного. Причём дом был заброшенный, сгорел до тла. А на пепелище дитя лежало. Что за ямны? Спросил Илья. Забей. Раньше были ямны нижние и верхние, между светлыми и березняками. Сейчас-то их нет. А-а-а. Б тоже витамин. Сказал Ваня и продолжил. В общем, откуда она взялась, никто не знает. Но приютила её семья там одна. Да имя и дали и так далее, в общем. Кому бы она по родству могла бы принадлежать, там никто не понял. Тогда люди попроще были. Если кто-то и хотел бы избавиться, то явно не так бы. Да и не стали бы вообще. Но не суть. Ваня закурил. Сафронову приютили, имя дали, ну и так далее. И до поры это была вполне себе нормальная такая девчуля. А потом где-то лет так 18-20 стала она казаться всем странной. Ну хотя как казаться? Повелась за Сафронихой удивительная слава о том, что если ты её обижаешь, то у тебя что-то да произойдёт. Один её оскорбил там у их семьи. Лошадь сдохла. Другой что-то не так сделал и заболел. Нет, сама Сафрониха ничего не говорила и вела себя нормально. Но слава подтянулась. Потом говорят местные ведьмы. Ну одна из тех трёх. Отвела её на шабаш и понеслась кривая в баню. В отличие от тех, Сафрониха ничем таким не прославилась. Не было при жизни у неё каких-то достижений. Если одна красивая была, вторая людоедка, а третья... Ладно в общем. То вот у неё вообще ничего такого. Ваня ткнул пальцем в Илью. Она проявила себя под конец жизни. Злая стала очень. Вот прям смотришь на неё, собака собакой. Прям в колодец плюнет. Там чуть ли не вода шипит. В общем, жуть какая злобная тварь. И на человека она мало походила. А уж на последние недели там вообще. Ходила по селу, просила руку подать. Дар надо было передать. Да только кто ж подаст-то? Обозлилась она тогда на всех, когда умирала. И кричала на пол села. Что с того света придёт через пять лет. И покажет, где тут раки зимуют. После чего и померла горемычная. И что? Это даже скучно слушать. Сказал Илья, пожав плечами. А то, что пришла она, и кто знает, чего она удумает? Произнес Матвей. Знаешь, где я её видал? Вот только давай без этого. Сказал предостерегающий Ваня. В гробу. Сказал он и заржал, наливая по стопкам. Негоже, мужики, вам как бабы сплетничать. Эта ведьма померла она. Ну и что с того? С того света ещё никто не вернулся, как бы не хотел. Поэтому забудьте. Сказал Илья, и все чокнувшись выпили. А давайте, знаете, что сделаем? Предложила Юля. Что? Спросили в голос Матвей с Ваней. А давайте её вызовем и поговорим с ней. Ответила та, широко улыбаясь. Матвей аж закашлялся. Юль, и ты туда же? Спросил Илья. Нет, почему? Это хороший шанс показать тебе, что на самом деле есть что-то такое. Да и опять. Мы время проведём. Не, я пас. Чётко отрезал Ваня. Я, пожалуй, тоже. Поддержал того Матвей. Ребят, ну давайте, а. Я давно не практиковалась, сказала Юля, поджав губы. Откуда ты знаешь и умеешь это? Спросил Ваня. У меня мать, скажем так, что-то знала. Что-то, что нельзя знать всем. Хорошо, у меня нет вопросов, но мне что-то боязно. Не переживай, мы просто поговорим, сказала Юля и начала приготовление. Вообще, никто из присутствующих не думал, что они будут заниматься подобным, ведь это колдовство, магия и нехорошо это. Но Юля, видимо, знала, что делала. Со стола всё убрали. Юля уколола себе палец и кровью нарисовала знаки. А потом минут 10 на них что-то шептала, пока все были на улице и в 150 раз обдумывали, а стоит ли. Но в итоге сошлись на том, что это будет что-то новенькое и, если верить Юле, новенькое и безопасное. А потом, спустя 10 минут, они зашли в дом, на кухню. Юля выключила свет и рассказала им правила в полной темноте. В общем, ребята, смотрите, какая Петрушка. Я её сейчас позову и буду задавать ей вопросы. Но задавать буду только я. Ваша задача просто сидеть и слушать. И вообще, повторяю, вообще говорить ничего нельзя. Чтобы она вас не услышала и не увидела. Просто сидите и молчите. Хорошо? Вам будет страшно, а в доме может начать плохо пахнуть. Ведь она мёртвая пришла. Поэтому не звука. А ты много вопросов задашь? Спросил Ваня. Как в сказке. Три. Окей, а если что-то пойдёт не так? С волнением произнёс Матвей. Всё будет хорошо. Я раньше часто задавал вопросы мёртвым. Главное, чтобы вы не шевелились и она вас не почуяла. А если почует? Спросил Ваня. Не думай об этом. Ответил Юля после мхатовской паузы. Просто не говори и не двигайся. Это же нетрудно. А если чихну? Спросил Матвей. Так, хватит. Что непонятного в слове тихо. Сказали тихо, значит тихо. А теперь приготовились. Минут пятнадцать Юля что-то шептала. А Ваня откровенно думал, что ничего не произойдёт. Ну да, жутко, необычно, но ничего такого. И он даже расслабился. Но через пятнадцать минут все услышали шаги. Кто-то поднялся по крыльцу, открыл дверь, вошёл в дом и, пройдя в полной темноте до кухни, остановился. Ваня думал, что это просто совпало. Но когда по дому стал разноситься ураганный и убийственный аромат серы и гнили, он понял, что тут никто иная, как сама Сафрониха, которая вернулась с того света. Минуту было тихо, а потом Юля спросила. Кто ты? Позади скрипнула дверь и произошло то, чего так боялась Юля и о чём она совершенно забыла. Комната со спящими людьми. Артём, бедный заспанный, Артём проснулся, чтобы сходить до ветру и очень сильно удивился. А чего так темно? Он спросил это, а Юля поняла, что облажалась и подставила всех. Не было слышно ни криков, ни паники, ничего. Стало ещё тише, а в доме похолодало очень значительно. Юля попыталась включить свет и включила его. Но свет лампочки казался маленькой точкой, меньше сигаретного уголька. Она попыталась крикнуть, но ни одна молекула воздуха не шелохнулась. Она крикнула в вакуум, в пустоту. И ничего не изменилось. Ваня не понял, что произошло. Ему показалось, что она слепая оглох одновременно. Слева у стены загорелась точка, и он дотронулся до неё. Это была лампочка, которая ничего не освещала. Он встал и крикнул, но не услышал себя. Попытался выбежать, но уперся в стену, хотя секунду назад там был проход. Что-то схватило его, и Ваня, не думая, ударил в то место, где, по идее, должна была быть голова. И пошел по стенке на ощупь, пища разрыв и проход на улицу. Ведь Юля, проклятая колдунья, испортила всё. И Ваня собирался зарубить её, когда отсюда выйдет. Он нашел на ощупь проход и, выставив руки, пошел вперед, сбивая какую-то мебель. Ударился пару раз об стены, и до него дошло. Пространство вокруг него не статично, а динамично. Секунду назад, где он прошел, был проход, а теперь нет. Будто комната ходила ходуном, живя своей жизнью. Он пытался не орать и держать себя в руках. А в голове разносились разные голоса, от которых было больно. Что они шептали и зачем, непонятно. Но от их шепота у Вани чесался с обратной стороны язык и набухала голова от боли. Но он продолжал идти вперед, пища проходы. Когда он думал, что его башка развалится, а из глаз уже брызжет кровь, он уткнулся лбом в стекло и на радостях высадил его. Ему удалось это понять, потому что оно очень холодное и гладкое. Он его выбил и, вывалившись из окна, упал на улицу. Мир встретил его недружелюбно. Ударил лицом об землю, окатил водой. Ну а черт возьми, звуки вернулись. Он слышал себя, капли дождя и все на свете. А то, что ему казалось кровью, было всего лишь его слезами, которые текли из глаз. В ту ночь из того дома вышли только двое, Ваня и Матвей. Они рассказали местным обо всем и сами вместе с ними на утро пошли в дом проверять, что к чему. Дома никого не было. Ни тех, кто спал в комнате, ни тех, кто был на кухне. И к обеду узналась новая новость, которая повергла Ваню в ступор и создавала массу вопросов. Юлю Свиридову, с которой они вчера сидели за столом, нашли забитой насмерть в погребе своего дома. И, судя по разложению, она была мертва около недели. Ваня долго сидел с Матвеем и пытался проанализировать некоторые вопросы. Кто тогда был вместо Юлии? И что, если это Сафрониха, которая ей просто прикинулась? Ведь Юля имела колудовской навык и та могла ее почуять. Но, черт возьми, кого же они тогда позвали в дом? Сафрониха 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 Сафрониха